добрый день дорогие друзья добро пожаловать на мой канал в этом видео мы не будем с вами делать шары но остановлюсь подробно на декоре шаров сделаем кисточку для шарика покажу как сделать пышный красивый бант и расскажу какой краской я окрашиваю лепнину окрашиваю рамки фигурки в общем все детально разберем и начнем мы с кисточки кисточку я делаю из вот такой вот нитки называется тулип это белого цвета она написано что это микрофибра она очень переливаешься и красивые кисточки смотрятся я наматываю на коробочку коробочка у меня шириной 7 сантиметров и я наматываю обычно на глаз но таким образом чтобы кисточка получилась не слишком худая но при этом и не слишком толстая со временем уже начнете будете видеть и понимать сколько нужно намотать не так намотала необходимое количество и затем мне нужно зафиксировать их я просто перевязываю обычной ниткой посередине и фиксирую на несколько узелочков лишние нитки обязательно срезаем затем переворачиваю коробку и стараюсь разрезать так чтобы у нас совпадало все по центру и вот что у нас уже получается затем я беру нитку с иголкой нитка такая же из чего у нас кисточка фиксирую саму нитку к самой кисточке обматываю несколько раз начинаю обматывать отступив от начала кисточки где-то пол сантиметра и затем фиксирую нитку лишнюю нитку срезаю и как можете обратить внимание получается не очень она опрятная для того чтобы ее выровнять просто нужно подержать над паром горячим буквально несколько минут вот она мне уже получила более опрятный вид но теперь у нас не ровные краешки которые нам нужно выровнять и срезать делать это конечно лучше и удобнее очень острыми ножницами я срезаю несколько раз переворачиваю в общем настоящий парикмахер и слежу за тем чтобы все краешки были ровненькими у меня все устраивает и теперь я хочу буду устанавливать кисточку на шарик беру нитку с иголкой нет иголку продевают так чтобы она у нас оказалась по центру кисточки и так делаю буквально несколько стежков затем я хочу установить бусинку но у меня вот такое прозрачное диаметром где-то около одного сантиметра вот так вот это все будет выглядеть намечаю нахожу центр делая это обычно на глаз и просто пришиваю пришиваю к шоку это у меня шар из шелка как сделать такие шары видео у меня есть на канале ссылку я оставлю внизу под в описании под видео переходите смотрите если вы еще не видели прошиваю несколько раз с одной стороны с другой стороны так чтобы зафиксировать надежную кисточку затем делаю пару узелочков и кисточка установлена на шарик очень красиво мне нравится как смотрятся шары из кисточка очень элегантно очень эстетично с каким-то особым шармом и теперь переходим к бантикам банк я всегда делаю из именно вот такой пышности банк делаю из ленты шириной два с половиной сантиметра и всегда стараюсь подбирать ленту под цвет шарика в данном случае у меня белый цвет я не отрезаю ленту никак просто завязываю бантик и стараюсь выравнивать его фиксирую выравниваю и но раз на сам бантик уходит дольше времени чем на создание одного шарика хвостики я срезаю и запаиваю зажигалкой чтобы лента не окрошилась и теперь я отматываю ленту еще чуть-чуть длиннее завязываю такой же бантик стараюсь чтобы у меня сам бантик длина наших хвостиков наших ушек была равна первому нашему бантику выравниваю все фиксирую обязательно прикладываю смотрю чтобы размер был одинаковый затем срезаю хвостики и делаю я это где-то под углом 45 сантиметров обязательно тоже нужно опалить края чтобы лента не крошилась и теперь мой небольшой секрет я просто приклеиваю их между собой в шахматном порядке фиксирую на горячий клей сложила друг на друга склеила и получился красивый пышный банк для шариков нам остается его только приклеить к шарику его тоже я приклеиваю на горячий клей фиксирую слежу за тем чтобы хвостики бантика были ну чтобы они не торчали и располагались красиво и затем приклеиваю брошку и таким образом мы декорируем серединку и прячем узелочек и теперь приступаем к окрашиванию самой лепними это я делаю с помощью краски поликолор поликолор это итальянская краска от фирмы маймери номер у меня 017 это перламутровый цвет он очень красиво смотрится скрывает яркий такой вот резкий белый цвет и очень красиво смотрится на елках красиво переливается и окрашиваю рамки фигурки и лепнину уже на установленной когда уже все фигурки установлены на самом шарике я беру тоненькую кисточку и набираю небольшое количество краски и прохожусь по всем всем нашим резным брезной ажурной лепнине иногда я это делаю на два раза если допустим какой-то у меня цвет бархат или шелка поярче тогда мне хочется чтобы было более выразительно и не забывайте проходить по краям и на этом готова оставляем шарик высыхать шар готов безумной красоты безумной нежности если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока до новых встреч